В данном сегменте мы поговорим о специальных типах методов конструкторах и деструкторах. Конструкторы — это методы, которые используются для инвестилизации структур. Рассмотрим следующий пример. Здесь определенная структура point, у которой объявлено два конструктора. Для того, чтобы определить конструктор, нужно определить функцию с именем, совпадающим с именем структуры. При этом такая функция не должна возвращать никакого значения. То есть не то, что должна возвращать void, но не должна возвращать вообще никакого значения. Первый конструктор не имеет параметров, и в теле конструктора мы просто инициализируем оба поля x, y нулем. Такая запись, x равняется y равняется 0, означает следующее, что x равен значению выражения y равняется 0. А значение выражения y равняется 0 — это значение y. То есть получается, что мы сначала присваиваем y значение 0, а после присваиваем x значение y. Так писать не очень хорошо, но для краткости иногда можно. Второй конструктор принимает два аргумента, и эти аргументы — начальные значения для полей x и y, соответственно. В теле конструктора мы инициализируем поля x и y при помощи соответствующих параметров функции, параметров конструктора. Для того, чтобы обратиться к полям, мы используем слово this. Это приходится делать, потому что имена параметров конструктора совпадают с именами полей структуры point. Как такие конструкторы используют? Конструкторы вызываются автоматически при определении переменных. Соответственно, если мы определим переменную типа point и не укажем ничего дополнительного, то по умолчанию вызовется конструктор без параметров. Вот этот конструктор. И проинициализирует поля структуры 0. Это избавляет нас от необходимости каждый раз инициализировать структуру явно, то есть писать инициализирующее выражение в фигурных скобках. Если бы мы не написали ни инициализирующего выражения, ни конструктора без параметров, тогда поля структуры были бы не инициализированы, там могли бы оказаться любые значения. Для того, чтобы вызвать конструктор с параметрами при определении переменной, надо указать круглые скобки и передать туда параметры. Соответственно, во второй строчке создается переменная типа point, и ее поля инициализируются значениями 3 и 7. Для этого вызывается соответствующий конструктор от двух параметров.